В течение этих трех дней в поездке приняли участие 500 человек, среди которых были ежедневно 150 представителей НПО, известные общественные деятели, представители средств массовой информации и блогеры. Гости своими глазами смогли увидеть достопримечательности города, среди которых Шушинская крепость, где мы сейчас и находимся. Гости также ознакомились с тяжелыми последствиями оккупации азербайджанских территорий, разрушенных в результате вандализма армянских вооруженных сил. Представители неправительственных организаций увидели расстрелянные армянами бюсты известных деятелей азербайджанской культуры Натаван, Бюльбюля и Узейра Гаджибейли. В рамках визита было рассказано об историческом, стратегическом, культурном и духовном значении города. Как сообщил заведующий сектором отдела администрации президента Азербайджана по работе с НПО и коммуникацией в Усал-Гулии, визиты неправительственных организаций на освобожденные от оккупации территории организуются на регулярной основе. Основная цель таких поездок на освобожденные территории в том, чтобы представители НПО своими глазами увидели вандализм армянских вооруженных сил. Одновременно с этим они стали свидетелями строительных работ, проводимых в городе. Многие представители НПО работают не только в Азербайджане, но и за границей. Таким образом, увиденные своими глазами, они смогут донести до мировой общественности. Помимо Шушинской крепости, гости посетили Джидыр-Дюзю, мавзолей поэта Вагифа и дом-музея известного певца Бюльбюля. Для меня вообще очень много значит каждый приезд в Шушу, потому что каждый раз, приближаясь к Шуше, я думаю, Аллах, чоксал, спасибо тебе, что есть такая возможность сегодня приезжать в Шушу, приезжать в отчий дом, в дом, где родился мой отец. Вот это прекрасное тутовое дерево, где он, будучи мальчиком, собирался на это дерево и пел. Этому дереву больше ста лет, и каждый раз приезжая сюда, я просто смотрю вот на это и радуюсь тому, что сегодня есть такая возможность. Я очень счастлива в этот день, что я в Джидыр-Дюзе, в Шуше. И счастлива, что наш президент, единственным вместе с народом, предоставил нам это счастье. Как сказать, мне было 15 лет, когда я была в Шуше. И когда я ехала сюда, у меня было такое приподнятое, такое, я не могу объяснить вот эти чувства. В Шуше я был почти 55 лет назад. Отец меня привез, показал непередаваемые ощущения. Этот воздух, вот этот, даже этот туман, вечный туман, шушинский туман, ласкает зрение. В рамках визита было рассказано о подвигах азербайджанских солдат при освобождении Шуши. Старший лейтенант Адалет Ахмедов служил танкистом еще во время Первой Карабахской войны. Тогда в интервью известному азербайджанскому журналисту и национальному герою Чингизу Мустафаеву, он говорил, что сделает все возможное для освобождения Шуши. Вам сейчас будет трудно ее взять, но мы ее все равно возьмем, не в этом дело. В 90-м году я здесь, в Шуши, был при боевых действиях. Это было очень трудно, конечно. Мы не хотели уходить отсюда, но вынуждены были уже, потому что невозможно было уже удерживать. Но я в то время сказал, что наступит тот день, когда моя нога опять вступит на этот турпах. И вот этот день исполнится. У меня очень радостное ощущение. Душа как будто освободилась, какой-то камень лежал всегда. Сами понимаете, когда даешь что-то, всегда как камень с собой тащишь. Это 12-я по счету поездка представителей МПО на освобожденные земли. На сегодняшний день только в Шушу были организованы визиты более 800 представителей неправительственных организаций, а всего на освобожденные территории свыше 1500 членов МПО. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова